так приветствую всех новом видео сейчас немножко по новостям пробежимся несколько дней не выходил я в эфир был занят творческими процессами в плане ну аудио там колдовал немножко над портативом приходили меня на бодинг неизвестные мне доселе аппараты в общем был у меня такой творческий момент тут экспериментировал колдовал что-то новое для себя там узнавал пробовал в общем постигаю новые наверно горизонт или как на набиваю руку в пайке в общем приходил ко мне вот такой трассам чик вот такой трассам на 90 38 q2 и зишан z3 на 4490 маленький такой плеерок наверняка все знают это я не особо в теме зишану вот насколько знаю там целые формы ветки там существуют по моим модам этих зишана за 3 и прочих вот как заготовка для брейда весьма себе интересные маленький такой вот послушал его из коробки но такой себе конечно честно говоря очень слабоват мне показался по звуку настолько все мелко примитивно просто так звучит но совсем он мне не зашел трассамчик вот этот в стоком варианте это пободрее но это уже тоже так как бы радует немножко что современные аппараты хотя как бы и не удовлетворяют по звуку но тем не менее превосходят плееры какие-то прошлых лет ну если так можно говорить если можно в пример ставить продукцию зишан к ней можно как угодно относиться знаю что есть просто фанаты фирмы кому дешево среди то надо есть люди которые считают что вообще глухой подвал вот но промодил оба аппарата результаты там и там получил буду ждать отзывы от заказчика это так бывает ну как бы по дружески мне прислали сказали саня попробуй получится что-нибудь вытащить или нет на мой взгляд очень неплохо получилось понятное дело что не доплюнуть нам до x2 и прочих модельных аппаратов но тем не менее на свою нишу вполне себе интересный звук получился вот еще хотел сказать вот такой вот вот такой вот такой как и всегда и как раньше к ее 11 фио дошли руки мне вчера до них было время он один разобранный лежит проблема у меня что там с правым каналом не могу разобраться вот их два у меня лежала вот один полез я вчера поэкспериментирую думаю припой новый американский пришел интересно было по поколдовать попаять думаю попробую и там операционники новые в общем немножко ну как бы схема та же самая что и раньше я модел ну просто что оперы другие поставил послушал бегло очень понравилось очень понравился результат прямо хорошо зазвучал фир как бы при перед этим я тоже как бы делал в несколько штук мне были проданы где-то просто модел вот конечно относительно столько варианта там большой шаг вперед вот сейчас немножко другой почерк звука такой теплый крупный интересный музыкальный звук получился с хорошим очень разрешение разрешение но это так бегло прослушал там буквально там три с половиной четыре минуты вот и теперь надо на суд отдать а на суд отдать хочу алексу дозору вчера с ним созвонился давайте кто там подписан на алекса там напишите взбодрите скажите алекс братец бери модины у черного fio q11 вот он все там завалено гаджетами всем некогда вот а я ну смысл не выдержать не надо его либо продавать либо отправлять на тестирование у него есть стоковый вариант как раз я хочу чтобы он сравнил с модом моим вот так что там алекс если смотришь видео братец вся страна на тебя смотрит вот интересно будет чтоб ты погонял протестировал потому что бегло я так было у меня включение я понял что там звук имеется очень даже неплохой причем из баланса на удивление так прямо так мягко так хорошо заиграла прямо так как залип на три минуты ладно дальше 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 такую-то таблетку я надо на канале обзор делал островская кто не видел можете посмотреть интересная таблетка блютузовская вчера тоже вскавернул вот решил мод сделать и вчера такой удачно получилось я до этого уже пробовал немножко этом перешагнул назад не вернулся как бы она хорошо звучит но все равно там предыдущий вариант был лучше и назад я уже не смог там вернуться там просто настолько все мелко что нейрохирургия нужна такая которая я не обладаю в общем оставил так как есть а вчера вот у них просто несколько этих таблеток и вот вчера одну замодил и прямо такой звук прикольный получился очень хорошая относительно она в стоке звучит в определенных сценариях очень хорошо с вкладышами такие с открытым звуком прям классно звучит очень хорошо звучит достойно прям хорошая связка вот но моденый вчера прям так аж ух на эмоции пробило поэтому ну просто не знаю как докладаю надо кому-то или нет но вот эта таблеточка тоже она как бы модится я сегодня просто отправлю их модину не модину 1 1 1 из подписчиков вот который с которыми совпадают мнение интересно будет его услышать также и к герой обзора сегодняшний поедут туда же вот я подозреваю что часть посылки останется там вот короче сегодня буду хайпить модель как с этим получилось скромно началось с батоном tp-30 епз и так разогналась что я уже там и группе неоднократно поднимал тему по епз рассказывал хвалил его вот так где-то в личных беседах переписках я смотрю так на сайте в магазине епз на алиэкспресс прямо было там что-то там порядка там 40 50 заказов позавчера по моему заходил уже было 170 380 вот поэтому поэтому короче хайпанули мы на батоне не стыдно за это хороший звук он демонстрирует тем более в сравнении с этим кустом и 15 он подказал превосходство явно и при гораздо более низкой стоимости поэтому очень не стыдно и устройство несмотря на свой такой странный внешний вид весьма вот так и сегодня тем же путем пойдем будут тоже сегодня сразу буду хвалить без всякой разминки и к ваш 300 из магазина magic аудио store наушники распаковка была мне на канале я мимо не хотел пройти но видел их и видел тебя не на фотках такие стыдные были вообще как-то мне не понравились вот это блин там порядка сколько там 34-45 долларов цена колеблется думаю ну что там ждать от них что там такого вот а когда получил так в руки взял покрутил и думаю не зря мне magic аудио store давно мы с ними уже не общались не не сотрудничали думаю что это не такое мне порекомендовали взять и прямо знали что что рекомендовать отличная модель получила сейчас вкратце пробежимся расскажу в общем когда достаешь из коробки просто блин классный внешний вид крупные корпуса таки какой-то фотохромная тут но фейсплейт их фотохромные типа меняют там оттенок зависимости от интенсивности внешнего освещения я на улицу не ходил у нас уже блин не 10 наверно льет и льет за окном просто одна и та же погода ультрафиолетом и не получаем вот злая шучу вот поэтому вот такие вот наушники очень конструктивного удачные получились визуально симпатичный вот это кстати на фейсплейтах это действительно кроссовер для одного динамика как-то они там решили в рамки засунуть этот а чиха вот это все прослеживается видно как кабели от коннекторов приходят на кроссовер с кроссовером на динамик вот тут у меня кстати эти спирал доты насадки в общем наушники эргономические анатомически очень классный визуально тоже прикольные вообще не так вроде просто но в то же время смотрится это не колхозно не дешево какая-то анатомия здесь классный вот этот звуковод да звуковод с такой сеткой интересной которая как будто не съемная но я в общем не ковырял не смотрел что там под ней меня все удовлетворило по звуку и больше я отсюда не ждал ввиду даже просто схемотехники вообще отсюда ничего не ждал получил больше чем хотел кабель который вот такой плетеный скрученный нормального качества нормального качества вообще короче комплект вот за те там сколько там тридцать четыре бакса но просто классный и комплект и звучание все здесь хорошо единство что он двухпиновый разъем и такие вот это козий угол такой который у меня еще ухо идет а тут уже упирается поэтому я не закладывал заушенную посадку не ел просто вставил в ухо мне было удобно поэтому я прибегал к сторонним кабелем отдельно скажу вот поэтому эти заушеные как обычно вымолаживают на двух пинах это и не посадишь потом под тем углом как мне надо ну просто капец ну всегда мне проще со срезанным заушеной чтобы ее не гнуть там феном как-то понятное дело что можно сделать но короче мне так удобнее а там смотрите сами кому как но не страдайте только не страдайте что он там не сидит вынимает из канала просто либо феном нагрел как многие рекомендуют либо просто ножницы взял и срезал либо вообще более нормальный кабель сюда взял сразу скажу вот триповиновский кабель сюда за залетел на ура ссылки все поставляю ика magic audio store я брал ссылку оставлю а вот этот кабель я уже не помню в каком story я брал ссылку оставлю в описании лучше с этим кабелем звучит причем я еще брал от ivq более дорогой который там стоит там порядка 70 80 долларов долларов ставил и с ним не так хорошо сыграла ли они как вот с вот этим триповиновским вот с триповином класс кайфово сыграть в общем рекомендую эту связку кому надо но с родным кабелем тоже весьма себе убедительно звучат они вот посмотрим комплект еще раз покажу обратную сторону тут а чеха какая-то страшно чеха там какой-то пик гора там завал ват высоких частот в общем не надо смотреть сюда на чеха как по мне все здесь круто и лихо звучит в общем похвалю комплект комплекта как такового здесь и нет открыли достали наушники достали кабель из этой коробочке два набора амбушюр смотрим одни похожи на бюк и z который я много раз рекомендовал их не сравнивал очень похожи серенькие вот и и вот такие вот тоже с широким как бы соплом здесь широким отверстиям я на них и остановился как бы как мне вообще сценарий был прослушивание достал из коробки надел вот вот эти которые на бюк и z похоже воткнул в телефон один день там слушал второй день слушал блин и это по приколу это все зашло настолько комфортно сбалансировано да сбалансировано комфортно и объемно вот это да думаю с телефона и так звучит думаю как же будет реакция на цап и будет ли она вообще вот потом оля их юзала прогревала на таблетке сказала тоже блин такие прикольные наушники как бы мы вообще с ней не обсуждали на просто послушала вчера там целый день таскала говорит слышишь блин такой звук прикольным наушниках говорю что даже с таблеткой она говорит да я так спросил потому что например seven hertz eternal с таблеткой меня как бы ну никак ну вяло тухло не интересно сыграли а эти говорит вроде бы как и неплохо но я туда не ходил я взял свой basic поставил туда операционник который в саму аналитику заходил вот мне хотелось ну прямо посмотреть на что они способны как они реагируют на цап и с тем операм и основную часть работы проделал вот так подготовительно как бы прошелся еще прежде чем о звуке прежде чем звуки вот о кабелях сказал теперь про амбушюры блин я столько времени потратил на подбор на анализ вообще амбушюр просто капец я брал тирай кларион причем разных размеров еще беру там м-ку и м-ку или там м-ку и эльку то есть разных размерах понятное дело что разный звук где-то он такой весом и телесный крупный но какой-то гулки немножко подмазанный например на среднем размере очень даже все сбалансированное хорошо ну просто легче вес чуть меньше образ поэтому очень много времени я потратил на подбор этих амбушюр там битвизы брал синим сердечником серые просто еще раз повторюсь кларион тирай потом спирал доты причем тоже м-ку и м-ку я пробовал вот эти проходил именно большой размер средний большой средний в общем большая работа была проделана да кстати отметить пожалуйста лайком за мою работу то что предпоследнее видео 2000 просмотров сотку лайков еле набрали думаю надо же что-то видать не то я рассказал вот поэтому подбор амбушюр крайне важен я так понимаю что многие знают многие кто не пренебрегает а что там нафиг нет нам какие-то дорогие спирал доты которые там сколько там они могут стоить там 20 долларов плюс минус так вот сразу из головы говорю это элемент системы всегда стоит уделять внимание программным плеерам не пренебрегать правильным кабелем и амбушюром амбушюры всегда влияют прямо настолько влияют на звук просто очень очень сильно поэтому впечатление от наушников могут меняться от и до вот поэтому я остановился вообще на родных с широким выхлопом классный короче амбушюры родные имеют право на жизнь как одни так и другие поэтому говорю комплект закончен за такую цену ты получаешь классно звучащие наушники классного внешнего вида с отличной посадкой хорошего кабеля который сюда подходит подходит его можно поменять можно улучшить но он не критично это не мусорка однозначно также амбушюры очень годные со своим тюнингом правильно звучать я даже несколько раз перетыкивал широким соплом и спирал доты думал блин где же лучше это все таких нюансах причем на на таком тракте там разрешала офигенная мою basic я еще туда поставил такой опер были ну там настолько инфы можно передавать наушники этого не вывезли сразу говорю три четверти счастья но это тоже очень много потому что я себя отношу к последней четверти которым попробую еще и угоди все все не так все не то вот три четверти населения вот этот вариант тюнинга наушников я думаю придется по душе точно тем более есть чем сравнивать и чем сравнить гораздо более дорогими там гибридными системами и прочее я смотрю на что люди на алиэкспрессе ставят 5 ну 5 звездочек просто трэш просто трэш мне надо там глаза на лоб лезут думаю бляха-муха пацаны как вы чем вы слушаете что вам нравится этот звук что вы ставите 5 звезд поэтому все относительно относительно своей стомости очень и очень годный правильный продукт короче внутриканальная модель закрытого типа один динамик помоги с миллиметров здесь стоит вот какой-то кроссовер они слепили сюда что в какие-то рамки засунуть чтобы не было пиков этот это слышится что комфортно подачу хотели сделать плюс у меня были и к h10 я знаю что просто огромное количество поклонников этой модели h10 многие кто купил и много лет назад и держатся так то есть в коллекции имеется не продают потому что она действительно интересные гибриды получились очень интересные по памяти тоже вспоминаю что и посадка у них хороший звук интересно сбалансирован притемнен такой не аналитичный но очень телесный с хорошими низкими частотами их много там многие любят накачку вес как бы комфорт в звучании там все это было мелодично и все прочее здесь то тот же самый подход и к несмотря на цену которая гораздо ниже то есть на сотку баксов наверно дешевле эти стоят нежели и к h10 но но по памяти и здесь моего будет имха такое я бы выбрал вот эти наушники если бы сейчас мне сказали какую ты выберешь модель h10 или эти как бы не вроде бы неправильно по памяти говорить вот но но то что я услышал здесь я бы выбрал вот эти или пускай это будет бюджетным вариантом h10 чтобы но никого не обидят скажешь этому гонишь типа дорогая модель там классно а тут типа бюджетка и в этой же компании они там сделали сами себя самоубийцы лика но мне понравился именно вот этот тюнинг звука одна динамо никаких гибридов никаких провалов никаких стыков никаких дополнительных как бы обертонов от разных типов излучателей вот один излучатель его задушили придушили но из-за этого он многим подойдет потому что есть вес есть тело есть комфорт нету пиков нету сибиллянтов нету акцентов лишних блин комфортно музыкально и самое главное здесь есть атака динамика пусть каждый инструмент со своей атакой звучит есть разделение классно инструментов есть трехмерность мать его и здесь есть трехмерность звука в этих внутриканальных наушниках это круто то есть здесь нет это не то что ты там 7 герст таймлесс например включишь там ну или какие-то другие планары не вот там будет просто двухмерная картинка попробую глубину найти то здесь ты включаешь и у тебя трехмерность офигеть если у тебя источник умеет рисовать такой для даже с телефона воткнул и понимаешь что здесь объем передается объем не ширина объем это круто плюс 1 динамо с классными тембрами с нормальными настоящими натуральными тембрами это тоже огроменный плюс короче не долбит тебе голову не сверлит есть расстояние есть глубина есть эшелонирование есть атака у каждого источника инструмента что еще нужно для счастья сколько там 34 доллара грубо говоря поэтому наушникам отдаю должное плюс подобрать амбушюры это важно там именно с низкими частотами надо под колдовать плюс широкий выхлоп дает целостность композиции еще хочу подчеркнуть вот эти все с тонкими соплами потому что но они все-таки при темнении есть есть укорять укорочение так это как к минусам отнесем на 5 если там можно минусы записать за такую сцену наушники плюс закрытый тип внутри каналки вот прозрачности чуть-чуть не хватает прозрачности то есть за счет акцентов каких-то атака за счет энергии даже она как-то нивелируется немного не некоторая при примутненность но блин ну нет завала такого есть укорочение тогда но я не могу не могу сказать что тут завал там нифига на в че не слышно все слышно атаки акценты размер текстура все то есть все то есть и плюс в пространстве я же говорю в 3d моделирование это все разнесено это кайфово это кайфово и низ он глубоко его много низких частот тут можно поймать очень много в зависимости от амбушюры там вот хорошая атака есть очерченность этого есть скорость низких частот понятное дело что нет свободы нет дыхания чтобы там собчасть улетела как-то дыхнула нет тут именно звук под куполом таким но он объемен то есть есть большой объем конкретно очерченного пространства и это не проблема эта особенность наушника вот поэтому прямо кайф некоторые вещи прям перед собой наблюдаешь перед собой и ты испытываешь эмоции из-за энергии инструмента потому что она есть прикольно и она не разваливается вот на широким соплом амбушюрах прям есть слышимость тишина на есть она она мутна мутновато это тишина но она отыгрывается из-за этого есть слитность композиции вот класс прикольно очень прикольно поэтому прям вот чтобы и не перехвалить но очень достойна модель прямо вот музыку воткнул и слушаешь без аналитики какой-то там даже вот кстати вот кабель еще раз подчеркнул триповиновский добавляет у кого классный тракт он добавляет прям саспенса такого если есть нагнетание какой-то в композиции прям переживание несет ты понимаешь сейчас вот вот он приближается приближается что-то будет родной кабель такого не может дать вот но тем не менее еще раз говорю тут более-менее все хорошо я тыс очень к будет зависеть конечно передача этих эмоций как бокала например передаться к примеру вот как там еще ну короче по частотам даже я не хочу разбирать здесь все в каких-то рамках но все очень хорошо здесь звучат инструменты это самое главное здесь на хорошем тракте можно услышать звук инструмента по частотам все сбалансировано очень весомо очень комфортно можно рок музыку слушать можно тяж слушать все классно можно и инструментальные композиции какие-то живые инструменты акустические можно нет максимального полета то есть кто за этим сюда не заходите вот а кому достаточно вот именно большого широкого объема причем размер наушники тоже передадут в зависимости от того что может сап я там потом уже в конце поигрался операми тоже один опер поставил блин хоть и тот пик есть на а чеха там на 4 килогерцах или где-то включил видник юстон она пришла ко мне мутная в тумане но пришла офигенно эмоциональной офигенно и она не орала не не выпиливал него мозги когда уже там орала высоко поэтому короче не буду затягивать 20 минут крутые наушники рекомендую три четверти людей публики будут очень довольны особенно с учетом прайса как бы законченный комплект все вот дальше уже можно чуть-чуть подтюнинговать купить хорошие амбушюры спирал доты взять причем там не будет там колоссальное различие в спирал дотах там чуть-чуть больше тебя впустили ближе настало глубина чуть-чуть уменьшается по моему с со спирал дотами потому что они видать посадка чуть-чуть глубже вот чуть-чуть приближается но слышимость тишины больше реализма больше но например в какие-то тяжелую музыку в такую девальва и чтоб тебе там не убило по барабанным перепонкам например родные с широким соплом будут наверно по предпочтительнее чуть-чуть отдалится сцена от тебя вот вот такие вот у меня короче легкие замечания легкие поэтому очень приятная модель на каждый день или просто халка вы есть там 34 бакса и думать чего начать пожалуйста рекомендую ссылки в описании будут с вас палец вверх подписывайтесь там до 2000 надо уже дотягивать уже давайте темп не снижать в общем всем благодарен за просмотр всем хорошего настроения вот а я все это отправлю и буду ждать фидбэк от одного из своих преданных подписчиков все друзья мои всем пока переходите в описании там смотрите что в описании там ссылочки приходите всего пока